Данное мероприятие у нас проходит в рамках цикла лекции совместного проекта Курилки Гутенберга и премии Просветитель. Это уже далеко не первое мероприятие, я даже сбился со счета. И у нас, собственно, концепт уже Михаил верно описал. У нас приходят лекторы, авторы книг, которые попадают в длинный список, либо короткий список, либо становятся лауреатами премии Просветитель. Таким образом мы пытаемся поддерживать интерес как к данным книгам, так и авторам, так и, в принципе, к премии. Собственно, данное мероприятие у нас проходит при поддержке Российской государственной детской библиотеки, где мы находимся. Как вы заметили, здесь проходит масштабный ремонт, так что спустя какое-то время она будет очень и очень красивой. Так что извиняюсь за связанные с этим неудобства. Поднимите руки, был ли кто-то до этого на наших лекциях? Вот, достаточно много. А кто был именно на лектории Просветителя? В принципе, те же самые люди поднялись. Но это приятно. Значит, держим марку. Собственно, сегодняшний лектор Михаил Шифрин. На самом деле Михаил знает Курилку Гутенберга уже очень много лет. Даже дольше, чем я ее знаю, на самом деле, потому что история проекта имела такой первый период до моего появления. Собственно, я руководитель Курилки. Ну и не будем зацикливаться. Давайте представлю, собственно, Михаила. Научный журналист, главный редактор сервиса Яндекс.Практикум, автор книги «100 рассказов из истории медицины», вошедший в длинный список премии Просветитель, ведущий паблика доктор.ру. Давайте его поприветствуем. Собственно, из лучших статей паблика Альпина предложила мне сделать этот самый сборник. Но 20 тысяч читателей, причем больше половины зарубежные читатели, все, к кому не чушь русский язык. И это 10 тысяч медиков. Громадная научная редакция. Если я где-то что-то такое писал не того, меня поправляли сначала. А потом мне так стало стыдно перед этими людьми, что я уже старался все тщательно проверять. И тут уж понеслась душа в рай, что называется. Ну так вот, Курилка Гутенберга в былые времена предполагала, что мы перескажем какую-то книгу, которую прочли из новых книг нонфикшн. Роман, я не вру, я только одну вещь успел сказать, что Курилка Гутенберга — это жанр, когда ты пересказываешь книгу. Но это было как раз до того, как я появился. После этого у нас как раз стали лекции. Так что сегодня твоя лекция как раз ближе к формату Курилки, которая последние 5 лет существует. Отлично. А до этого, да, были пересказы. Ну хорошо. Значит, действительно, в каждой истории, вот в этой самой книге, нет библиографии в бумажном виде, потому что она 70 страниц. А книга и так очень толстая. И я как раз бился за то, чтобы она стала потоньше и подешевле. Поэтому я сверстал HTML-документ, в котором вся библиография лежит. И это больше тысячи ссылок. Причем в основном это работающие источники, которые есть в интернете, или, по крайней мере, книги, которые вы можете через интернет заказать. Потому что я живой человек, мог что-то спутать. А еще вы можете заинтересоваться темой, попросить там что-нибудь еще почитать. Достаточно на QR-код на последней странице этой книги навести камеру вашего мобильного телефона. Вам браузер откроет тут же этот самый сайт, и там эта библиография есть. Также в этой самой библиографии есть авторские характеристики. Потому что врачи сначала, когда изучали мою книгу, потребовали... Вот где ты это взял. Хорошо, вот вам список источников. Так, а ты это читал? И тут я понял, что современная библиография должна выглядеть совсем иначе. Она, во-первых, должна быть цифровой, незачем печатать тонны названий книг, которые все равно не то и читатели максимум просмотрят так бегло. А во-вторых, она должна, помимо названия книги, набранного честь по чести, все по стандартам, в каждом издательстве свой стандарт, она должна в скобках содержать авторскую характеристику. Что автор в этой книге нашел? Какая именно информация из вошедшей в рассказ там есть? Как автор характеризует эту самую книгу? Ну, например, заслуживает она полного доверия или нет с его точки зрения? На каком языке она написана? Да кто ее написал? Что ты скажешь об этом человеке? А если это произведение самого героя, так когда он эту лекцию прочел? В связи с чем? Вот это да, можно тогда сказать, что да, видимо, автор книги эту самую библиографию сам хотя бы открывал. Есть у меня везде главная какая-то книга. И в случае с Жаком Девиэлем, героем, собственно, нашей сегодняшней лекции, врачом, который создал офтальмологию как отдельную медицинскую дисциплину, эта книга, которую нельзя купить в России. Ее написал Ив Поликан, член Французской Академии, бессмертный, то есть никого на его место не назначит пока. Очень известный, очень богатый французский офтальмолог, большой специалист по лечению катаракты. И вот он решил отдать должное тому, кто сделал офтальмологию наукой, человеку, который впервые стал извлекать хрусталик при катаракте. Жаку Девиэлем написал эту книгу. Поскольку у нас довольно сложные банковские взаимоотношения с французскими издательствами, ее нельзя заказать ни на Озоне, ни на международном, ни на французском. Ее нельзя заказать напрямую в издательстве. То ли это баг, то ли это фича. И я, честно говоря, до конца не разобрался. Поэтому книгу пришлось добывать иными путями. И читать про Жака Девиэлем еще массу всевозможных источников. Я выбрал его, потому что это такая грандиозная судьба, которая просто не вмещается в книжку. Ведь это же паблик. Там каждый рассказ написан, чтобы ты за 3-4 перегона в метро успел его весь дочитать и еще просмотреть тред, что там тебе написали пользователи. А здесь это так не получится. Уж больно много было в жизни этого человека событий, и слишком уж он для нас всех важен. Потому что катаракта – это болезнь, которая грозит любому из нас, любому из здесь присутствующих. А может быть, среди вас уже есть люди, которые пережили эту саму операцию. Ну, кто забыл школьную биологию, а медицину не изучал, в зале есть кандидаты медицинских наук, они наврать мне не дадут. Давайте я вам немножко напомню, что такое хрусталик, и что, собственно, такое катаракта. Вот устройство нашего глаза. И вот сразу за радужной оболочкой, отверстие в зрачок, находится вот эта линза, которая преломляет свет, отбрасывая его на сетчатку. Эта линза и называется хрусталик. Она хороша тем, что меняет свою форму, причем лучше всего у детей. Самое острое зрение – это у детей от 6 до 10 лет. Под действием мышц, которые растягивают или сжимают этот хрусталик, он становится другим, меняется его преломляющая сила. С годами он твердеет. И совсем становится твердым у людей к 80 годам, что все чувствуют заболеваемой дальнозуркостью. Но катаракта настигает раньше. Есть катаракта врожденная, довольно-таки такая серьезная форма, из-за которой человек слеп от рождения. Мы об этом поговорим в конце. Но обычно она заключается в том, что ткань хрусталика перерождается, потихонечку он мутнеет, все хуже и хуже пропускает свет. И вот, наконец, она полностью перестает пропускать. Вот мы через зрачок видим абсолютно белую молочную, такая зрелая катаракта, что называется. И единственное, что тут можно сделать в наше время – это хрусталик убрать. Заменить искусственным или просто убрать. Но эта штука полностью блокирует зрение. Вот в самых грубых выражениях, да прости от меня медики, суть того, что делал наш герой. Родился он в Нормандии, вот в этой самой деревне, которая называется Бар-Ан-Уш. Это мэрия Бар-Ан-Уша. И рядом с мэрией у них рынок, где продаются вот такие чудесные крестьянские продукты. Родился Жак-Девиэль, человек изображен на обложке. В 1696 году в семье Песца. Песец фактически нотариус. Самый грамотный человек в этой самой деревне, который составлял все документы, потом их отвозили куда-то заверять, но в общем-то не меняли после его работы. Он сын другого нотариуса, а тот сын еще здравствовавшего в то время, бывшего крестьянина, который выучился читать, бросил занятия сельским хозяйством и стал, так сказать, сельским интеллигентом. И когда родился Жак-Девиэль, почему-то этот мальчик стал сразу предметом жуткого раздора. Дворянин Луи де Ланое, внук человека, которому принадлежала когда-то вся эта деревня, а все ходили в его крепостных фактически, очень обиделся на то, что мало того, что старый Девиэль женил сына на девушке из хорошей семьи, на дочери хирурга, так у них еще и наследник мужского пола появился. Это вообще никуда не годится. И так он скоро вообще приберет всю деревню к рукам, а мы, которые раньше тут были хозяевами, все перед нами шапку ломали, мы, значит, кто такие будут? Может быть, нам придется убраться по добру, по здорову? И стал этот Девиэль собирать на дверей компромат, как на нотариусов. Значит, я подгляжу, что они ему пришили. Там еще был портной, который говорил, что все он знает. Портной обшивал дворянскую семью, а крестьяне ему не очень-то много заказывали. Он тоже на них обиделся. И вот вместе они составили враждебную коалицию. Значит, взятки, вымогательство, при этом уклонение от служебных обязанностей. То есть, когда взяток не брал, не присутствовал на служебном посту на своем. И чеканку фальшивой монеты. Значит, два года нотариусов в суде отбивались, но судьи, прокуроры, все были такие же обиженные мужиками дворяне. Франция как раз переживала тогда времена социального переворота. Они осудили. По всем статьям, хотя ничего доказать не смогли. Единственное, что они не нашли фальшивую монету. Поэтому отец Жака Девиэля не был казнен. А сначала просидел несколько лет в тюрьме, потом ему запретили приезжать в Нормандию. То есть, отца своего после суда, Жак Девиэль, так и не увидел. Ему было 11 лет. Значит, его мать была из семьи хирургов. Его кое-чему научили. И в это время король Людовик XIV затеял очередную войну за испанское наследство и схватился на территории Бельгии с Британской империей, да и с ее союзниками. Вот в этой самой битве при Мальпуаке англичане ценой громадных потерь и больших трудностей разнесли укрепления, которые французы сделали в лесу, вышли французской армии во фланг и ее, в общем-то, заставили отступить. Правда, при этом они потеряли половину личного состава. То есть, потери у французов были меньше, чем у победителей. Поэтому маршал Вилару спокаивал короля, все нормально. Еще одна такая победа, у противника не будет войск. Командовал англичанами герцог Мальборо прямой предок Ченнелуинсона Черчилля. Значит, немедленно король бросил клич, надо собирать новую армию, чтобы взять реванш, отбиться от англичан, а то еще чего доброго французская армия так отступит до самого Парижа. И надо сказать, что как раз было два неурожайных года, страшное несчастье. Англичане думали, что французы революцию устроят, что им надоест агрессивная политика их короля, которая уже 40 лет дерется со всей Европой. А выяснилось, что французам другая задача, выжить бы. В армии платили и кормили. И вот за еду и небольшую плату туда нанялся и 15-летний Жак-Давиэль. В госпиталях служили дети, хирургами были дети, это было нормально. И вот он прибыл в эту самую крепость, называется Лёкин-Ла. Она стоит до сих пор. Кладка старая, взорвать невозможно. Артиллерия не берет, поэтому и в Первую мировую войну, и в Вторую мировую войну эти укрепления грандиозные уцелели. Когда открываются шлюзы, то затопляется все между этими валами. Смотрите, какая красота. Сейчас люди специально покупают путевки, чтобы посмотреть на эту самую крепость. Это такой туристический аттракцион для посещающих Север-Франции. Тот самый Север-Франции, на котором Жак-Давиэль вырос. Пережил он осаду в этой самой крепости и через пять лет вернулся домой. К тому времени вражеская коалиция распалась. Куда-то делся портной, куда-то делся Деланаэ. Снова на коне в семейство Давиэля. Ему говорят, что все хорошо. Есть невеста, есть дом, есть прекрасное обеспеченное будущее. Ты с государственными наградами при деньгах все умеешь. Оставайся. И дед, тот самый мужик, который когда-то бросил сельское хозяйство и стал нотариусом, предложил Давиэлю, давай-ка, парень, ты будешь главным наследником, поведешь все дела, потому что тебя вся наша деревня очень уважает, ты ветеран. А парень отвечает, нет. И отправляется вот сюда. Это старейшая больница Европы, отель Дьо в Париже, которая существует с седьмого века. Вот этот самый коридор не сильно изменился со времен Давиэля за ожидания. Он подсел на хирургию, причем вот в этих самых экстренных полевых условиях. Это трудно довольно объяснить тому, кто это не испытывал. Ты устал, ты несколько суток не спал, вокруг тебя падают снаряды, значит, враги ведут очередную атаку, и ты при этом все-таки берешь свой инструмент и облегчаешь чьи-то старания, и у тебя получается. Когда у тебя вообще получается работа, это хорошо, это здорово. Но когда ты превозмогаешь себя, и на вот этом самом адреналине делаешь то, что и взрослым врачам не снилось, а тебе, черт возьми, 15 лет, это такое потрясение, это такой наркотик, что отказаться от этого нельзя. И если какие-то врачи до сих пор не бросили медицину из-за того, что им не платят, оптимизируют их, и больные назначения не соблюдают, то вот по этой самой причине. Как ни странно, нас притягивают всякие неприятности, нас притягивают тяжести. Человек не всегда склонен искать наиболее простой и наиболее выгодный путь. И это несмотря на то, что да, Ду Виле нужны были деньги, он мечтал много зарабатывать. В больнице от Эльдио зарабатывать много невозможно. Почему? Потому что вот такая шикарная больница, находится прямо рядом с Нотр-Дамом. Там хирурги, облеченные доверием короля. Главврач обычно личный королевский хирург. Они никогда не умирают. Вот этот хирург живет 10 лет, 20 лет, 30 лет заведует отделением. А ты на него пашешь со всеми твоими навыками за жалкую совершенно зарплату. В общем-то, практически за еду. И комната у тебя есть в общежитии, вот в этом же самом здании, но только на задах, где не так красиво. Сыра там, надо сказать, такой остров, остров Сите в центре Парижа. Не самое уютное место для обитания. Очень красиво, когда приезжаешь туда фотографировать. А так вообще не очень. Так вот, хватило задору, Жаку-де-Виэлю, до тех пор, пока в Марселе не началась чума. В 1720 году, какой-то корабль, как говорят, есть подробная история, вот как там привезли чуму на конкретном корабле, то ли из Алжира, то ли из Леванта. В общем, он причалил к Марсельскому порту, и началось что-то невероятное. 45 тысяч из статичного города умерло в течение одного года. Вот здесь Сер, это художник, который жил в Марселе, и участвовал, как доброволец, в уборке трупов. Он с натуры зарисовал, что же происходило. Здесь что? Родственники и полиция притаскивают умерших от чумы на центральную площадь. Вот здание справа, это мэрия. И здесь их сортируют и везут туда, где в Повалку, так эти самые тела в Повалку и лежали. Археологи недавно нашли вот эти самые горы скелетов, следы захоронения чумы из 1720 года. Сначала личный врач короля он же фактически министр здравоохранения не верил, что это чума. Потом какое-то время успокаивал короля, говорил, что все неплохо. Потом послал туда своего зятя. Зять приехал и сказал, да, ребята, это чума. Надо немедленно мобилизовать вообще всех медиков, какие только есть во Франции. Обещайте им что угодно. Вот ребята, которые на коне и которые стоят перед этими кучами, эшевены, это отцы города, они положили большую премию и обещали патент хирурга, то есть не помощника хирурга, а самостоятельно практикующего, вот такого же заведующего отделением, тем ребятам, которые приедут, которые имеют хоть какую-то подтвержденную квалификацию. Естественно, натерпевшийся от нищеты посреди столицы ДВЛ записался туда добровольцем, бросился на этот самый юг, до самого Марселя он сначала не доехал, остановился в городе Салон, где половина населения погибло от чумы, и там он пытался выхаживать дочку хирурга, она умерла у него на руках, ничего не смог поделать, но громадное впечатление его преданность и способность не спать ночами, вскрывать эти самые бубоны, его бесстрашие, большое впечатление произвели и на хирурга, и на другую его дочь Анну, поэтому он женился, очень выгодно женился, он наследовал большое состояние. И медовый месяц они провели в Марселе, потому что стоило им только венчаться, в Марселе началась новая вспышка. Вот так вот одевался врач в 1721-22 годах, и вот Жак Довиэль наш, специальная маска, курица, для того, чтобы не вдохнуть миазмы, именно они были уверены тогда, что чума передается через эти самые миазмы. Вот он идет по городу заваленному трупами. В этот город он привез молодую жену, но жена в общем-то видала уже, что такое чумная эпидемия, и была дочка хирурга, ее было так просто не напугать. Когда, значит, это безобразие закончилось, они, надо сказать, очень дешево купили недвижимость в самом центре Марселя, хирурги сказали, собственно, мы вам ничего не обещали, спасибо, можете разъезжаться, работы нет. Но вот тут-то как раз пошел вход король, тогда регент, поскольку он был окружен фронтовиками, среди них была масса врачей, и все они были в общем-то как-то связаны с ребятами, мобилизовавшимися в Марселе, сказали, нет, подождите, вы эти патенты выдаете. Хотя местные марсельские хирурги, хирурги из Монпелье, это центр медицины всей Франции, старейший медицинский факультет, упирались и говорили, нет, 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 ни в коем случае мы в свой цех их не допустим, им таки пациенты выделили и даже приняли на работу в отель Дью. Марсель тоже есть отель Дью, вот он сейчас так выглядит, предувели он выглядел слегка поскромнее, это после реконструкции перед самой французской революцией, но в общем эти палаты, эти стены Девиэля помнят. Надо сказать, что Франция чрезвычайно фотогеничная страна, когда ты ходишь, там все завалено мусором, ходят какие-то сомнительные люди, но когда ты потом смотришь фотографии, которые ты там снял, ты думаешь, ну надо же. Так вот, Девиэль, как человек амбициозный и стремившийся как-то выделиться, взялся проводить вскрытие. Король Людовик XIV, он не только боролся со всем миром, воевал со всей Европой и очень любил, когда его называли король солнца, он не только пустил по ветру бюджет Франции за много лет и оказывается даже за много лет вперед, и он не только в общем-то повлек революцию своими действиями безумными тратами, но надо сказать, что человек он был просвещенный, любил врачей, сам пережил первую операцию по поводу парапрактита, ради него ее, собственно, отработали. У меня есть в книжке история, которую очень любят проктологи. Это просто день проктологии настоящий день этой операции, которую король сам на себе испытал. И по поводу его выздоровления был написан гимн Божьих храни короля на свой мотив, на французский, но поскольку весь дипкорпус присутствовал при исполнении этого гимна, англичане запомнили, что хорошие слова. Надо писать свой такой же. Так вот, этот самый король Людовик XIV издал указ, согласно которому все хирурги во всех отелях Дьо должны обязательно перед студентами препарировать тела. Вот как хотите, но выполняйте. Хирурги изо всех сил этот указ заматывали 20 лет подряд. Он вышел в 1708 году. Уж Людовика давно не было на свете 14-го. Уж пришел новый Людовик 15-й, пока он был молод за него, регент правил. А все они этого не делали. И студенты поэтому лечили, так сказать, наугад. Надо еще вам напомнить, что тогда не было обезболивания. Поэтому хирургия очень сильно напоминала соревновательные виды спорта. У тебя полторы минуты, пока больной не помрет от болевого шока. За эти полторы минуты ты должен вскрыть значит нужное место или не дай бог полость добраться до нужного тебе органа что-то с ним сделать эту рану самообработать перевязать да потом еще обеспечить уход за этой самой раной чтобы она за неделю затянулась как полагается в общем и на все про все у тебя минуты полторы ну 5 минут если особо стойкий персонаж тебе попался как пациент и вот это добавляло адреналина к занятиям хирургии в то же время мертвецы не заставляют никого спешить препарировать их хирурги не хотели это откровенно скучное занятие вот стоят перед тобой студенты которые ни черта не понимают и которым это надо сказать может и не пригодится так что оперировали тогда вдвоем стоял хирург рядом с ним анатом со справочником и она там говорю так правей левей глубже это это нерв не трогай это сосуд придется перерезать перевязывай это такой-то мускул это такой-то хирургу думать было просто некогда только пирогов положил конец этому безобразию издав анатомию для хирургов и написав такой классный курс по этой самой хирургической анатомии что врачи всей Европы его подхватили и наконец такое настоящее русское имя появилось в истории хирургии так вот ДВЛ этому скучному занятию все-таки предался с большим энтузиазмом с октября по февраль по всем понятным причинам проходили его вскрытия потому что холодильников не было и значит запах было невозможно выносить хирурги не сразу ему это разрешили он должен был сдать экзамен а умеет ли он препарировать трупы как надо а есть ли у него для этого достаточно квалификация и ровно тот самый врач который мобилизовал его когда-то в Марсель заставил вместе с молодой женой приехать на эпидемию был самый пристрастный его судья но ДВЛ к тому времени так здорово владел хирургией что экзамен сдал не провалился даже перед очень недоброжелательно настроенной аудитории и 4 года он проводил эти самые вскрытия пока не поступил донос что он потолгоанатом который берет работу на дом это медицинский анекдот вообще-то да что вот есть врач который работа на дом не приносит этот приносил ему было интересно препарировать дома разные органы поскольку добрые католики значит не могут этого разрешить он договаривался с солдатами протестантами надо сказать что к тому времени франция настолько обезлюдила на здоровых мужиков был такой дефицит что слегка ослабили гонения на гугенотов и да можно было служить протестанту во французской армии но все-таки нашелся и среди протестантов доносчик который сказал что вот умер протестант а вот дверь тащит его труп и с командиром сговорился подкупил наверное вот тут слава богу у короля сменился помер все-таки они иногда помирают министры помер этот министр другой хирург появился который знал лично еще по войне а с войны прошло уже 20 лет еще по войне довели лично знал и вместо того чтобы одобрать королевский патент ему просто сказали ну там полгодика пропусти пока все уляжется а понимаете скучно он тогда пробился на галеры то есть стал флотским врачом мечтал о дальних плаваниях не плавает никуда французский флот дефицит бюджета никаких походов однажды какую-то королевскую племянницу из Ливорна вывозили день туда день обратно из Марселя вот и вся любовь и вдобавок на корабле все здоровые ничего не происходит там можно препарировать верюшек но это конечно забава хорошая но на несколько лет она не тянет а хочется как-то путешествовать а лет уже много вот уже в 28 году ему стало быть там 32-34 года и начинается кризис среднего возраста мне 34 года а кто я такой собственно говоря ну вот трупы препарирую ну вот оперирую в отель Дью общая практика у меня и вот здесь в Марсель приехал проходимец значит англичанин по имени Джон Тейлор который звал себя Шевалье Шевалье по-французски рыцарь англичане испытывали тогда комплекс неполноценности перед французской культурой и уж он не найд какой-нибудь там не Риттер а именно Шевалье он просил его называть Шевалье Тейлор никакой ее не Джон сын аптекаря очень ловкий молодой человек который в общем-то был по большому счету шарлатаном но шарлатаном он был необычайно знающим в медицине потому что он действительно медицину знал любил интересовался и помимо сомнительных операций по поводу катаракты проводил действительно лечение больных изучал это и что больше всего Девеля поразило две вещи во-первых он специализировался на офтальмологии Девель привык к тому что врач лечит все любые болезни от чумы и до панориции а этот занимается только глазами это первое второе Шевалье Тейлор не задерживался ни на одном месте дольше недели он путешествовал по всей Европе в синей карете с золотыми звездами с золотыми узорами на этой карете было написано киевизум дат витэ дат то есть кто дает зрение тот дает жизнь и перед каретой из-за ней скакало восемь валетов с пиками восемь слух вот это жизнь и каждый день не задерживаться ни на одном месте почему не задерживался ни на одном месте потому что вот такая у него была хирургическая техника вот слева приспособления на правом глазу этого парня приспособление для того чтобы удерживать веки а вот глаз непосредственно оперировать инструментом который тогда на русском языке называли секирой это тонкая игла и вот такое еще утолщение утолщение для того чтобы прорезать роговицу вот она игла прокалывает значит эту роговицу с тыла подходит к хрусталику который помутнел и закрывает зрение человек совершенно слеп и дальше этот самый хрусталик остается в задней камере глаза он просто прижимается видите они радужную оболочку вместе со зрачком отодвинули чтобы не мешать нам разглядывать это достижение вот потом угла вынимается это очень эффектная операция потому что начинаешь ты с человеком который ни черта не видит погружаешь ему эту самую иглу и он кричит я вижу свет ты с торжеством видишь как расширяется сужается его зрачок как он реагирует все видят толпа рука плещет после чего Тейлор накладывает повязку он же не знал как быть с инфекцией заносимой таким образом глаз потом этот самый хрусталик он далеко не украшение для этого глаза он потом вылезет обратно надо сказать снова закроет может быть через месяц а может через два года но снова закроет зрачок и человек опять ослепнет человеку будет больно но сейчас он в эйфории он даже не чувствует вот этой самой адской боли которую испытывает любой чьи рукавицы кто-то прикасается и толпа тоже в энтузиазме поэтому неделя пока не начались последствия пока человек еще будет в повязке и шевалье собирает свои вещи усаживается в синюю карету с золотыми звездами валит и по коням и поехали в следующий город кто-то посчитал из историков медицины что за свою жизнь шевалье таким образом ослепил тридцать тысяч человек вот его тем не менее приглашали и с жадностью ждали в любом европейском городе пока однажды он не добрался сразу до двух великих людей в 1750 году он прооперировал вот таким вот образом это операция реклинации или не с давления катаракты как это назывался процесс сначала баха потом генделя два великих композитора и оба ослепли бакс горе помер у него были и другие патологии тейлор утверждал что вообще был рак гендель как шоумен устроил значит еще из этого шоу слепой композитор дирижирует своим новым произведением но как-то репутация тейлора от этих самых знаменитостей пострадала и он поэтому отправился в россию чтобы пережить там несколько лет отсидеться при царском дворе и в это время в европе о нем маленько подзабудут о том он вернется на белом коне а вот когда он вернулся на белом коне тут уже наш герой жак-девилль развернулся поэтому пришлось тейлору переквалифицироваться в литераторы он написал очень интересную книгу о своих приключениях значит в петербурге он кстати тоже кого-то не того прооперировал поэтому его сослали в москву значит в 1752 году императрица велела убыть в царский дворец это дворец знаете какой на измаиловском острове сейчас там дворца то толком нет только вот церковь царевича индийского и асафа и такие казенные строения по обе стороны вот это самое место где ты его обитал но пока не выбрался из россии в конце концов так вот дверь подошел к делу профессионально во первых он поехал в университет монпелье где лучшая кафедра самая старая и прочел все что катаракте написано он там прочел книгу персидского писателя булька сиса который 11 век который рассказывал о том что мягкие катаракты можно высасывать ну а что делать с твердыми катарактами с такими хрусталиками которые уже окончательно отвердили полностью превратились в соединительную ткань в рубец они не не через какую трубочку не удаляются оставалось сделать вот эту реклинацию которую блистательно довели изучил и поехал в те страны куда Тейлор не успел добраться а именно в Испанию и Португалию страны победнее гонорары пониже валетов не 8 но тем не менее вот эту картинку художник Силва португалец нарисовал в 1735 году где дверь еще молот вот собственно помощник держит больного никакого обезболивания только самоконтроль значит повязка закрывает другой глаз не тот который он оперирует специальный стульчик повыше у врача и велено больному смотреть к носу как написано в хирургическом наставлении и терпеть все неприятности а представляете какие там неприятности когда тебе вот такой иглой ковыряют обратите внимание какой рукой делается операция она делается левой рукой потому что глаз-то правый так было принято в те времена врачи должны были быть амбидекстрами то есть ты должен был долго отрабатывать надо сказать что шевалье тейлор это использовал своих шоу перед тем как начать калечить людей выполняя операции реклинации он раскладывал перед ними новейшие инструменты устраивал целые лекции об успехах офтальмологии и демонстрировал как он все левой рукой умеет делать не хуже чем правая может даже и получше так вот зачем здесь собака зачем здесь шпага это признаки статуса врач благородный человек ему разрешается носить шпагу а еще на самом деле довель ты ездил в ордене за помощь в прекращении эпидемии чумы король пожаловал всем участникам орден святого роша и отдельное разрешение на его хранение поэтому на обложке на той картине который на башке вы видели у него здесь на груди висит эта прекрасная орденская звезда и в собак породистая очень дорогая то есть вот эта картинка нарисована как реклама смотрите ребята как я хорошо упакован вот если бы у него были часы роликса они бы были тоже в кадре обязательно надо сказать что довель превзошел шевалье тейлора в рекламе он стал размещать сообщение о своих операциях обо всех своих удачах в газете авиньонский курьер только начала выходить газета и он там размещал сообщение ну о чем то надо писать обычная газета была компиляция из иностранной прессы чем самое смешное что никакой свободы слова во франции тогда не было вольтер сидел в бастилии который писал то что думает но это в париже а в авиньоне можно то есть там выходит газета в основном пересказывается центральная пресса но полная свобода слова на трех последних страницах и вот там на последних страницах 40 примерно номеров мелким мелким шрифтом написано вот сегодня доктор гдвель произвел такую-то халязи он удалил допустим или на чаще всего конечно катаракту таким образом поскольку авиньонский курьер вольнодумная газета распространялся по всей франции двери очень скоро по всей франции узнали это была колоссальная реклама почище чем эти самые тылоровские лекции к тому же дверь как врач изо всех сил добивался снижение осложнений он не умел мыть из инструменты но он заметил что если заниматься только офтальмологии но если ты не принимаешь родов допустим не вскрываешь в это время трупов или гнойных ран не перевязываешь их то становится как-то меньше у тебя пострадавших больных значит потом он эту самую повязку стал чем-то обрабатывается вином пропитывать квасцами предписывал не открывать глаз в течение семи дней предписывал не плакать то есть он в отличие от евро который был всего лишь аптекарь это был настоящий врач который насмотрелся на раны и понимал в уходе за ними поэтому статистика у него была получше и все-таки так себе эта операция никуда этот хрусталик не девается из глаза и проблему катаракта он не решает и заработав денег помотавшись по европе значит купив породистых собак значит карет вель понял что чего-то в его жизни не хватает все равно вот в 1741 году 21 апреля попался ему эта картина написана по воспоминанию об этом отшельник старик отшельник который жил себе в горах он уже ослеп на один глаз потому что ему какой-то такой шарлатан сделал операцию и вот у него теперь была катаракта на на втором глазе и дверь дверь изображен на картине ему уже 45 лет взялся его оперировать хотя отшельник был бедный но случай был интересный осложненный хрусталик пролез через зрачок в переднюю камеру глаза мучительное более и его бы выковырнуть оттуда он сначала пытался провести реклинацию гойку иголкой там ковырялся передняя камера глаза заполнилась кровью ни черта не видно и тогда он вспомнил что в 1708 году один французский врач по фамилии пти о чем было написано мемуарах академии наук вот что значит человек добросовестно в монпелье прочел о катаракте все это тебе не тейлор вытащил сделал небольшой прокол и сумев скрутить хрусталик вытащил его оттуда вот это же самое он сделал с отшельником ну конечно поскольку долго они возились произошло заражение и через две недели старик совершенно ослеп уже навсегда но это было открытие оказывается можно вытаскивать хрусталик и хотя его вытаскивать надо как-то не так но стало быть без него человек может видеть хотя бы две недели остается придумать как отработать операцию такую чтобы осложнение не было и наверное вытаскивать хрусталик надо не через отверстие зрачка вот над этим дверь и стал биться и деньги потраченные но заработанные вот в этих самых турах были потрачены на всякие эксперименты вот она техника которую дверь добился смотрите а это вот хрусталик мутный который мешает видеть свет вот идет надрез роговицы такой лоскут снимают потом ножницами этот надрез расширяют отгибают кверху лоскут роговицы это нижний левый и дальше все что нужно сделать надавить на не на нижний век и хрусталик сам выскакивает из глаза и видите вот хрусталик мутный уходит и там открывается темный зрачок и вот это конечно момент величайшего торжества для врача ради которого довели то все и затеял это все конечно было прекрасно вот и вот король людовик 15 который прослышал об этих самых операциях о том что оказывается можно вот так сделать и выписал двери как личного хирурга значит пришлось бросить марсель в котором у него были уже хорошие знакомства в котором у него были больные снять квартиру в париже и принимать пациентов нужно было нарастить статистику разрешили ему оперировать в доме инвалидов тогда это было не место для захоронения выдающихся граждан франции начиная с наполеона бонапарта а это был действительно дом инвалидов то есть место где жили пенсионер военные пенсионеры поразительная была одна операция сто шесть лет было старику солдату он помнил еще кардинала решили я видел его своими глазами а то тут ослеп и до довели ему сделал эту самую операцию не старик еще четыре года после этого прожил вошло в аналог медицины и в академические отчеты однако сам король здоров тем не менее за его здоровьем приглядывает специальный хирург на самом деле не только хирург а вообще все врачи которые чего-нибудь стоит в париже давно же все время проводить с королем это называлось медицинский факультет а где в это время оперировать то король иногда говорил двери ну давай вот позабавься значит вот я тут добыл на охоте двух оленей удалим хрусталики покажи мне как хрусталик выглядит все-таки очень интересно такие достижения науки потрясающие и все-таки статистика так не набирается статистика набирается турами по разным городам куда приводят к тебе всех кого отказались оперировать людей с особо тяжелыми случаями вот это отель дио тоже больница в реймсе ныне дворец правосудия маленькая такая больница главное в регионе шампань ардена значит тут дверь заинтересовал провинциалов как как сделать так чтобы провинциальный врач выхаживал твоих больных ты можешь только приехать в реймс на один день прооперировать а дальше надо ехать обратно в париж там же король однажды король упал с лошади дверь должен был перевязывать ему коленку это может делать только личный офтальмолог почему не хирург а потому что хирург уже много раз перевязывал коленку теперь офтальмолог должен показать на что он способен а король все время занимался разными экстремальными видами спорта поэтому его любовница маркиза помпадур говорила что вы не переживаете вы расстроите себе здоровье вот после нас хоть потоп не интересует только как вы себя чувствуете эта фраза вырвана из контекста вошла в историю как раз чтобы после нас не наступила короля сопровождал целый медицинской свита который он страсть как гордился и так вот доктор какие главный врач этой самой реймской больницы смотрит за больными после того как сразу 40 человеком дверь заезжий произвел эти самые операции выполняет все инструкции которые я вам уже рассказал до дверь ему пишет письма о том как живется при столичном дворе на провинциалов это чрезвычайно сильно воздействует вот королева мария лещинская стоило только значит королю проникнуться как здорово его личный офтальмолог извлекает хрусталики из глаз убитых оленей он доверил ему осмотр глаз своей супруги королева мария лещинская и зная о цензуре о том что каждое письмо отправленная из фонтанбло внимательно читается полиции конечно играя на публику таким образом пишет дверь доктору какие таких здоровых и таких красивых глаз как у ее величество я никогда не видел за всю свою медицинскую практику а доктор какие читает этот идон боже мой мне пишет человек который осматривал саму королеву и пишет подробно состояние и глаз на глаза красивые были да правда к тому времени королева и наскучили всякие амурные приключения на говорил что спать с королем беременеть и рожать после десятых родов это и совершенно не интересно поэтому красоту и глаз в общем-то может оценить только хирург мужчины и больше не волновая а вот фонтанбло откуда писали эти самые письма и вдруг в академию приходит письмо от анонима из реймса о том что из 40 прооперированных 2 лим только 9 видит свет а у всех остальных страшное осложнение все слепые все караул методика никуда не годится одеться из фонтанбло дверь никуда не может вот он пишет этому самому какие я не думал что в вашем этом реймсе есть такие мерзавцы в чем дело почему они письма пишут как вы думаете кто это надо сказать что большие мастера анонимных писем врачи и тем более французские врачи анонимки это вообще часть французской культуры когда постепил свои опыты по прививанию его избрали в академию в медицинскую посадили на самое почетное место но всячески анонимные свидетельства о том что где-то от вакцинации от последствий умерла какая-то девочка обязательно зачитывались в академии академики которые голосовали всегда за пастера обязательно организовывали изучение подобного рода сообщений для того чтобы пастеру жизнь медом не казалось и это в результате отозвалось для него двумя инсультами и когда на собранные по всему миру и в частности в россии деньги открывался институт пастера вы пастер не мог говорить он говорит он писал что он не может говорить от волнения на самом деле он еще не пришел после второго инсульта в себя вот такую же абсолютно жизнь академики решили устроить дверью этому выскочке который благодаря чуме пролез в медицинский цех стал хирургом а тут еще и оперирует вот как я бросился по всем этим самым больным и прислал ему очень милый отчет что нет вот только у 9 человек из 40 какие-то проблемы дверь говорит нет не может быть изучи внимательнее он к тому времени сумел довести до 88 процентов долю удачных излечений это очень хороший показатель его превзошли только с появлением анестезии когда стал можно работать спокойно так вот да инцидент был исчерпан и в конце концов 1750 втором году вышел академический мемуар новый метод лечения катаракты извлечением крест их хрусталика написан миссия даме дверям 100 из иллюстрации которые вы уже видели там запечатлена техника этой самой операции дверь в зените славы лучший художник на тен на нот пишет его портрет вот видите у него орден висит вот этот самый на груди который можно носить книгу на латинском языке о лечении катаракта он издал все у него просто прекрасно и он не останавливается уже 90 процентов удачных излечений один из самых поразительных случаев это когда он взялся за художника франсуа дэвоже молодой человек 1732 год на дворе 1760 и значит дэвоже всего 28 уже слепой на оба глаза катаракты рано развившиеся и несмотря на то что был очень тяжелый непростой случай и одного глаза уже не было после операции да кстати выяснилось кто писал все эти анонимки писали их врачи причем обычно дверь доставались самый тяжелый случай когда он куда-то приезжал глаз был один другой глаз уже был кем-то запорот так вот авторы вот тех неудачных операций как раз изо всех сил чинили двелю разные препятствия не подстраивали пакстер так вот да был тоже один из его врагов автор неудачной операции на одном глазу этого художника а другой удалось спасти и вот по этому поводу ликующий девуш нарисовал эстамп о шествии двери в храм славы интересная медицинская реклама того времени вот собственно двери его ведут два гения это изобретение молодая женщина пожилая женщина это опытная практика значит вот он храм слава выжигается вот собственно сама слава летит и трубит то есть факел это факел с одной стороны свет просвещения с другой стороны все кто сообщил какие-то известия несли факел чтобы привлечь внимание к себе и видите туча уходит уходит туча и солнце освобождается это конечно же катаракта уходит замутненный хрусталик и снова видно солнце а вот внизу стоит автор вот это вот автор привет предал черты своего лица и любуется портретом двери ну еще вот один гений а вот ножницы лежит вот лежит игла а вот лежат ножницы которыми расширяется разрез на роговицы благодаря этому вся франция уже знает двери в лицо популярный был и стамп наконец случилось что-то хорошее в те времена хороших новостей был не больше чем в нынешние и когда кто-то что-то действительно открывал кто-то чего-то добивался да еще имел при этом успех у широких народных масс это вызывало сочувствие да вот хорошо когда действительно личным врачом короля становится не какой-то проходимец и мерзавец который кому-то денег заплатил и открыватель нового метода лечения ужасной болезни которая слепила людей тогда тысячами и здорово что у этого парня все хорошо и здорово что вот он идет в храм славы и художника этого самого вылечил на молодец художник между прочим дожил на до наполеоновских времен очень тоже был долгожитель и все это время работал по специальности одним глазом да и поэтому удивили появляются ученики насчет учеников это отдельное дело пока у тебя нет мемуар академического ты не имеешь права учить других людей то есть да там у себя где-нибудь в родном руане ты можешь лечить родственников и заодно учить их они там могут получить диплом хирурга но ты не имеешь права готовить настоящих врачей тут небывалый случай в сорбоне создается первая в мире кафедра офтальмологии где готовится не просто врачи а врачи которые занимаются исключительно зрением и руководить этой кафедрой должен дверь и вот он уже под впечатлением от этой операции удачной занимается научной деятельностью он изучает тех кому он сделал катаракт операцию удаления катаракты слепых с рождения это запрос к нему пришел от настоящих ученых физиологов вот следите за их поведением и выясняется что дети которые первые там 10-20 лет своей жизни провели в темноте не умеют оценить расстояние до предмета для того чтобы понять квадратный он или круглым его надо потрогать они не понимают цветов они их толком не различают и как раз можно заняться очень интересными исследованиями как же работает наш мозг получается что есть какая-то область в мозге которая за это отвечает то есть открылись огромные просторы для исследований и денег полное кафедра своя есть да вот только все эти неприятности даром не проходит когда каждый день твоей жизни это просто сражение однажды приходит рак или другие какие-то болезни все заканчивается вот мемуар о детях которые слепые с рождения с врожденной катаракты зачитывал перед академией уже другой хирург потому что сидевший рядом дверь не мог говорить и все что ему оставалось это надежда на натуропатию лечение на природе натуропатия это в швейцарии вот он поехал в швейцарию останавливается его карета личная на главной площади перед лучшим отелем отель дела баланс и публика богатая французская публика который приехал на этот курорт видит двери знают его в лицо после этого самого истампа и все бросаются к нему и требуют их осмотреть а он даже не может отвечать им он просто мотает головой вот нет но врач воспринимается как волшебник как человек который обязан тебе оказывать помощь чтобы с ним не случилось неважно что он старый больной усталый что он ничего не видит что он не может говорить что он вообще живой скелет уже потому что наглотать не может это не имеет никакого значения ты популярный врач мы тебя знаем мы тебе доверяем и готовы заплатить тебе любые деньги мы тут швейцарии на курорте изволили лечить нас даже вальтер присылал к нему вот хорошо бы с вами побеседовать осмотреть мои глаза заодно вальтер надо сказать был такой человек который все время жаловался что сейчас он для ляжет и умрет поэтому прожил он чертову про рулет двери повезло меньше когда он консультировался швейцарским врачом в общем все было ясно терминальная стадия и вот он похоронен на кладбище гранд саконекс ок церкви святой елизаветы кафедра его не досталось никому и вскоре была закрыта новая кафедра офтальмологии открылась в вене где были люди наблюдавшие его операции и собственно говоря венская офтальмологическая школа подхватил выпавший из рук двери факел и русская офтальмологическая школа возникла благодаря венской и за сто лет могила двери затерялась собственно никто не знает где он находится никто не проводил исследований да и смысл уже никакого нет поэтому когда в 1884 году одновременно русский врач василий фон анриб и немец кюллер случайно капнули себе в глаз раствором кокаина и обнаружили что теряется всякая чувствительность глаза и что вот теперь то наконец да можно совершенно спокойно оперировать не торопясь уже без вот этой самой квалификации который нарабатывается десятилетиями адского труда и сейчас хирурги которые делают операции удаления хрусталиков замена их искусственным это часто очень молодые люди очень часто это девушки причем у нас есть такие хирурги которым приезжают из европейских стран просто потому что их услуги дешевле стоит а качество не уступает так вот швейцарские врачи скинулись на памятник поставим просто памятнику ограды вот этот памятник есть здесь в кадре ну а поскольку дело происходило в кантоне женева они нарисовали на памятнике вокруг портрета двери лозунг кантона женева посты не брус люкс после темноты свет ну вот собственно все спасибо вам за внимание если у вас вопрос отличная лекция поднимать руки я подойду к вам с микрофона нет вопросов всем все понятно у меня несколько вопрос сколько позвольте подарить вам нашу книгу вот только в субботу получил книгу мы издали о нашей кафедре хирургии о 100-летней истории и вот от первого автора от профессора любимых она погатого который 90 лет будет на следующий год и от меня вручить ему эту книгу спасибо большое ой она с посвящением от автора прекрасно большое спасибо есть еще вопросы вообще типичная картина на моих выступлениях нет спасибо вам за лекторий и хотел бы спросить если удаляют хрусталик и человек после этого не может преломлять свет то каком успехе операции идет речь получается он видит свет но не видит фокусированного изображения и вот довели добился высокого процента успеха но в чем успех что человек просто видит что свет перед ним или тьма а вы застали людей с толстыми толстыми очками после операции по поводу катаракты с такими тяжелыми это вот с катаракты у нее даже сейчас ей капают капли но по факту там запираться и какие-то сложности относительно ее там физиологии вот какой-то химию там ее вот и поэтому как она говорит один глаз у нее действительно практически во тьме то есть в тот момент это были очки которые да тогда это были очки тогда искусственных хрусталиков не было не кстати есть у меня история искусственного хрусталика если вы еще не очень устали я могу рассказать и за пять минут в 1940 году шла битва за англию английские пилоты все время раз в 15 минут поднимались в воздух чтобы мешать очередным немецким бомбардировщиком а вот лейтенант фамилии маус по прозвищу маус по моему получил осколок плексиглаза в глаз и долго эти осколки варьи военный хирурговый 3d извлекал и много лет их извлекал пока все не вытащил и тут его студент спросила что почему бы нам не сделать искусственный хрусталик вот зачем вот эти очки то с громадными линзами нужны или для подруга действительно почему бы организовал значит связь с компанией которая производила очки который производил плексиглаз они все вместе этот самый хрусталик сделали вот нашел добровольца медсестру который пошла на такую операцию вот и сделал ее причем в общем так не афишируем старался отследить сначала последствия отработать методику потом публиковаться но один из его больных случайно зашел к его однофамильцу на осмотр тут как поглядел глазное дно как вы уговорят и рассказывает что это такой кто-то оперировал вот и привел в глубокое возмущение все медицинское сообщество какое вообще в англии было и в америке и когда значит ридли вместе с женой явился на заседание посвященное его изобретению все как раз встали и высказали ему свое ф и он попал с депрессией в больницу а в это время значит во всех английских журналах стали ругать это совершенно ненужное изобретение абсолютно никакое советские журналы столицы статьи переписывать причем сопровождая такими комментариями ну вот в странах загнивающего запада то вот там как всегда черт знает чего на изобретали я знаете я ведь довольно старый я помню еще 87 году как мем приезжал стив джобс молодой я помню как нам с торжеством показывали полуторадюймовую дискету чудо значит вот он приехал мышь представлял и конечно было тут же написано учная статья где академик советский писал что очередное никому не нужное западное изобретение так называемая компьютерная мышь как им в голову могла прийти такая чушь вот и также молодой советский офтальмолог по фамилии из федоров по имени святослав чебоксарах сидел читал советские журналы думал ну все но раз ругает начальство кого-то с большим энтузиазмом наверняка вот дело хорошее дай-ка я вот эти самые хрустали китай на чебоксарском тракторном заводе стали из плексоглаза хрусталики вырезать вот первая операция никакой пользы чудом прошли благополучно это потом уже когда у федорова статистика стал больше чем у ридли его даже выпустили за рубеж чтобы показать что типа наши тоже не лыком шиты федоров приезжает голландскому хирургу в гости там инструменты у него выкованные на этом же тракторном заводе умельцами и хирург ему говорит да чем-то оперируешь ну значит вашими инструментами вы еще в советском союзе на балуйтесь давайте к моими федоров стал оперировать вид елки-палки ножницы которые режут игла который колит с ума сойти надо какие прекрасные вещи к существует нас да и вот он пошел к министру здравоохранения петровскому который сам был хирург и сказал давайте купим наконец нормальные инструменты на западе будем эти самые операции делать должен сказать что его федорова поначалу и у красного и у других знаменитых хирургов не всегда эта операция кончается благополучно и даже военно-медицинская академия санкт-петербурге делается операции военным пенсионерам тоже далеко не всегда все кончается но с тех пор сильно шагнула вперед техника появилась фака эмульсификация сравнительно безопасной технологии да это стоит денег да это 10000 один глаз но когда речь идет о зрении то может быть имеет смысл они о нем подумать учитывая что средний россиянин пропивает 30 тысяч рублей в год просто тупо пропивает включая нас с вами включая грудных младенцев странно не найти 100 тысяч при этом на глаза вот собственно ответу если он вас устроил